здравствуйте у меня совсем мало времени потому что там пленки осталось мало и я хочу рассказать еще об этой горе уайна пищу совсем недавно я создавал ролик и там как бы давал наказ нашим путешественникам вот склярова андрея весна туда поедет и остальным что там сняли и исследовали обязательно макушку этой горы а потом я случайно нашел ролики чудесные ролики там один мужчина снимает прямо вот с нуля как он поднимается всю эту тропинку и макушку эту снимает в общем я вот так вот насмотрелся и свой вывод сделал а потом еще до этого я нашел тексты где скляров уже объясняет оказывается он там был уже вот и у него мнения такие же как у меня то есть у меня такие же как у него он давно уже все это обрешил что это невозможно чтобы люди это все сделали вот это мачу пикчу вот эти индейцы чтобы они все это сделали и он тоже предполагает что там на этой горе было типа маяк или какой-то там я считаю что это как бы боевое дежурство такое вот боевая башня там стояли эти всякие локаторы летательные аппараты что если какой шухер они первые значит поднимались там и отражали чем-то вот возможно иначе зачем такое делать так значит для тех кто еще не верит что это сделано какими-то сверхъестественными силами и скорее всего инопланетянами вот потому что сейчас такие доказательства хочу привести вот там две горы мачу-пикчу по которой назван вот этот город вот допустим вот здесь город здесь гора мачу-пикчу а здесь гора это уанна пищу молодая гора вот это мачу-пикчу гора там я смотрел на макушке там нечего смотреть в принципе вот саму макушку какая-то очень скромненькая постройка так робко сделано видно что не квалифицирована вообще там может навес хотели сделать от дождя или чего ну по сравнению с этим это день и ночь с этой а здесь блин это сама эта тропа удивление вызывает как ее могли сделать сколько лет она стоит камешки там все разные и он ни один не колыхается все выдерживает столько ног подъемов спусков там тяжелые люди я не знаю там эти ремонтники местные они ремонтируют хоть что-нибудь не похоже как такую тропинку сделали вообще одно это уже наталкивает ну а вот по макушку взять что хочу сказать макушка как я сделал вывод что она размером наверное чуть чуть больше баскетбольной площадке и меньше половины футбольного поля и так там можно по кругу пройти и что там значит примечательного такого я смотрел эти ролики как обычно их посмотришь а потом теряешь не найти второй раз это вот есть ролик такой сидят значит люда это снято с этого видать без пилотника снятого так панорама там можно крутить и сидят пацаны там девочки на камнях на эти на самой макушке и сидит девчонка на камне вот так сверху сидит а камень стоит в другом камне так и явно видно вот эти вот грани обработаны то есть была значит сделала такая площадка грани обработаны причем вот этот камень по моему родной он из скалы как бы ну я не знаю там до конца не видно все вот а потом уже на него поставлен камень вот этот камень я так посчитал по размеру он по объему не меньше двух объемов наших четырех конфорочных вот этих хрущевских газовых плит я посчитал там и одна такая плита весит не меньше 500 килограмм если она из гранита объем такой плите значит две уже тонна но там больше тонны вот этот камушек весит и вопрос вот как вот его сюда поставили сначала сделали а потом кто-то переместил сюда это какой силы надо обладать и зачем и кстати эти инки они все невысокого роста вот и там такое по-русски говоря неудобняк чтобы там поставить это все вот такую тяжесть это десять богатырей надо наверно как минимум чтобы они кругом стали там подвинули рычагами там тоже я не знаю не подвинешь в общем там я заметил а эти вот сама макушка там кому-то вот кто-то из ковша вот этого щебня насыпал такого крупного вот типа вот размером сервант или шкаф такие огромные камни вот откуда они там взялись так-то рассудить кругом горы нигде такого нету на этой горе нету мачу пикча нету там таких камней нигде нету а здесь каменоломни натурально каменоломни как как вот на этой горе каменоломни как в самом городе есть каменоломни тоже откуда там эти камни взялись непонятно нигде нету а там есть они и и камни такие интересные чистые как будто корчетка их начистили помыли они аж чуть ли не блестят почему вся гора это темноватый камень весь там хом лишайником поросший а там чистенькие камни а я вот смотрел помню про карелию или кольский полуостров там есть тоже эти камни сейды называется то есть огромный камень он стоит на маленьких камнях так красиво и там есть такие камни вот тоже ему много тысяч лет он стоит на нем нем х не лишайника нету и вокруг него там тоже никто ничего не растет вот почему это везде буйная растительность такая вот а там нет это вот загадка так теперь значит что еще а значит на макушке там много различной формы камней и можно встретить увидеть на некоторых вот ребро прямое вот угол такой как бы так вот чуть-чуть начато и бросил брошено а когда вокруг там вот эта команда пошла там значит я тоже увидел интересно сегодня вот так тоже очень интересно увидел там значит терраса вот это будет терраса да и люди вот здесь вот ходят а здесь вот стоит булдыган такой огромный ну как огромный он размером с маршрутку газель вот он стоит от этого края до края террасы там ну не больше двух метров то есть мне вот так я приглядывался точно непонятно то ли сначала террасу построили потом его поставили то ли он стоял там ну если так он там стоял то получается то есть он стоял тогда без террасы на самом краю каком-то там вот и я не знаю чуть землетрясение он бы упал вот так такой камень вот с эту маршрутку он весит я не знаю сколько 20-30 может тонн ну ясно делал что руками его вообще не подвинуть не поднять не переместить вот что еще там так в общем у меня такое мнение что все вот эти террасы все эти камешки там все это построено и и привезено сюда сюда и сюда в город все это поднято и привезено по воздуху никто там не таскал это такие тяжелые камни снизу там там где река течет чтоб сюда тащить это уму непостижимо и там сейчас есть серпантин такой где автобус поднимается а в то время наверное не было вообще дорог и поэтому все вот эти инопланетяне они конечно только летали скорее всего вот на дирижаблях таких огромных грузовых дирижаблях ему дороги не нужны любую сторону может лететь якорь бросить постоять там вот торопиться ему никуда не надо потому что это нам людям надо побыстрее чтоб истребитель летал чтобы его другой не догнал не сбил а и кого было бояться ведь и хочет полетали а когда надо было кого-то куда-то послать они посылали вот этих киборгов или как-то там андроидов вот мы были такие летательные эти аппараты все кто туда заходит полетел и террасы эти тоже возможно как они говорят там для сельскохозяйственной продукции ну выращивать там что-то я что-то не верю в это что там животное послезть то вообще вот этот сам город мачу пищу какой-то странный там я не знаю там ни печки нет ничего они чё там мы там спальных мешках что ли спали или где-то они пищу готовили ночон они чё сухой паёк или или им там плевозная пища была странный какой то есть весь этот мачу пищу может быть такое место собрания всех вот этих вот они разлетаются по всему миру может ремонт тут им был а может они тут собирались на этой площади решали какие-то задачи может концерт там был они прилетаются всего мира куда им ставить эти штуки вот они хотели как я вам были выскочила из башки террасы эти вот они нас поставил вышел пошел туда посмотрел там какой-нибудь их не там киркоров поезд или пугачёва посмотрели там вопросы получили там задали сели улетели обратно то то на юг то на север вот вот такие дела какие у меня как бы последнее хотелось сказать ну да вот все про то что сами люди но это вообще вот это тропинка вот такая там где какие повороты где-то вообще вот так вот люди ползут затащить туда камень а там есть камни такие весом 200 300 килограмм снизу затащить его на плечах или как или волоком это такая морока блин или дам краном каким-то тащить верёвкой лебёдки что ли не было у них это то есть такое ощущение что все камни готовились или на макушке или вот эти округлые такие до камни они собирались где-то во все округи может там поймах рек каких-нибудь дирижабль там присядет они наберут этих камней целую кучу туда вот и дирижабль он взлетает подлетает к этой лестнице хотя бы или к этой макушке до подлетел и выгружает эти камни там может даже вот если вот это так это будем считать это дирижабль да он грузовой то внутри в нем сидят и пилоты и груз там находится и одновременно он тянет вес там моторчики это все и у него спереди может руки такие даже есть манипуляторы вот так он подлетел к этой горе вот так на нужной высоте сам же берет у себя же эти камни вот зависит завис так и своими же манипуляторами там мастерит эту лестницу может и так будет и эти террасы то же самое потому что не представить как это такие там же есть вот в этих террасах есть большие камни вот там домик стоит перекрытие над дверным проемом там такие плита на 200 килограмм весит попробуйте по вертикальной этой лестнице затащить 200 килограмм там люди сами то идут еле дышат кое-где вот так вот пробирается за скалу держит и вдруг такой камень там невозможно только там наверху делали может быть спускали какие-то камни или так вот сбоку как я говорил все манипулятором так что-то делали ладно все все равно не расскажешь так что пленка вот она еще не кончилась ну ладно всего хорошего смотрите фильмы и сами решайте правду я сказал или нет желаю всем здоровья до свидания